Из-за пандемии многие культурные места, например, парки, обезбудили. Но некоторые индивидуи, озабоченные личными в смысле половыми проблемами, расправляют свое уголное карантинное существование свиданиями. И тут случаются натригующие встречи с парадоксально-логичными концертами. Смотрим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Ну, конечно, я дома. Где мне еще быть? Я ж в этом изоляции. Конечно, дома. Да, все, пока. Хорошее местечко, и моих нету, можно подработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллега, как ваше здоровье? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно, вчера мы неплохо отметили. Но теперь с этой секунды сухой закон и только здоровый образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но один плюс. Не зря в этом парке мы поставили свой дом, где жить хорошо, уютно и красиво. Поэтому сейчас, коллега, займемся зарядкой. Помните, как в 86-м? Ха-ха-ха! Вы были молоды и сильны. Представляем, что музыка в голове и сделаем ритмистые движения. Помните эту зарядку? А мы в музыке взяли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Курит людей не пиво, курит людей вода. Курит людей не пиво, курит людей вода. Скажем, в работе нашей, Друг незаконный, молодый, Пиво всего однажды Взял и разлел водой. И, пухнувшись криво, Крымит он день суда. Курит людей не пиво, Курит людей вода. Курит людей не пиво, Курит людей вода. Курит peacefully сломает. Курит людей не пиво, Курит людей не пиво, Курит людей не пиво. произведения одного очень хорошего поэта. Представляете, такую вещь выкинули, 28-я страница, на помойку. Шикарный, шикарный, оживший тайный парк называется. Всем известно, что в парках становятся тайны. Все явное становится неявным, все тайное и не тайное. В общем, в парках, смотрите, такое, не зря мы этот раз из мяса комбината переехали сюда. Питание не то, но зато красота. Два абсолютно разных человека называются. Два абсолютно разных человека, да. Смотрели, как танцует в парке дождь. Один сказал, что дождь – небесный лек. Другой сказал, что дождь – вода, а чувство – дождь. Потом нежданно солнце заискрилось, как будто у небес своя игра. Один сказал, ах, это Божья милость. Другой сказал, ах, замучила жара. А мимо них прохожие мелькали, спешили, исчезали кто куда. Один сказал, какие люди злые. В другой, а вдруг у них беда. А в парке на земле лежал мужчина. Смотрели люди косо и ворча. Один сказал, ах, напился, как скотина. Другой, а вдруг инфаркт. Скорее врача. По паркушке влюбленные казались, что ловят взгляд друг к другу, вздох. Один сказал, ах, нет, уж лучше б не влюблялись. Другой сказал, появленные, ах, дай им бог. Ах, а там уже уходы к магазину. Один сказал, какая красота. Второй, немытая витрина. А первый любовался на цветы. А дома, посмотри, с восторгом она сказала, у раскрытого окна. А он в ответ, рама старой стала. Она ему, да нет же, там луна. Один борчал на всё, на всё вокруг полвека. Другой любил весь мир за солнце свет. Два абсолютно разных человека живут в одной квартире много-много лет. Представляете, как мы с вами, коллега, в одной квартире живём много-много лет. Это вы разные. Эту книгу я сохраню. Сохраню. Вы не против партии сападов. Не надо делать таких уявительных глаз, Как будто всё у тебя белый раз. Ещё я ходу, а здесь у бедна хорошо. Давай уедем отсюда сейчас. А в небе звёзды построят нам сказочный молд. И я скажу свой единственный топ. Давайте выпьем Наташи слухого вина. За то, что жизнь стала Таша, ведь жизнь одна. Давайте мы, Наташа, за взгляды без слов. Давайте выпьем за нашу любовь. И я не хочу, не хочу говорить о любви. И ты всё знаешь, в этом я могу. Я ничего, ничего не смогу изменить. И в небе звезда очень любит зима. В твоей руке перед ним не допили вода, А ведь плещется в море зеркал. Давайте выпьем Наташи слухого вина. За то, что жизнь стала Таша, ведь жизнь одна. Давайте в небе Наташа за взгляды без слов. Ой, спина моя, спина. Ой, Наташенька, ну что же ты вытворяешь? И это я сейчас не про мою спину, а про то, что мы договаривались встречаться на нашей съёмной квартире. А здесь парк, какие-то бомжи, сады какая-то живая, золотая эта. А не дай Бог, увидят мои коллеги, профессора или враги. Не дай Бог. А так же твои однокрупники, студенты. Я же заведующий кафедры. Наташенька, ты меня ломаешь по живому, и не только мою спину. Ты понимаешь, что мне надоело сидеть в этой квартире? Этот коронавирус, он душит меня. Он губит меня как личность. Я хочу погулять с тобой вон по парку, свежим воздухом подышать, козыком вот на камеечке с тобой посидеть. Согласен, Наташенька, коронавирус. Майдем, присядешь на камеечку. Айдем. Посидим. Подъем воздухом. Эх, коронавирус! Да, мы все сидим по домам. У нас душит, губит. Но жизнь пройти, не более перейти. И это слова не просто какого-нибудь классика. Это я говорю как наш человек, который прожил не один год этой жизни. Да. И даже не одно десятилетие. Да, сложно поверить. Но это правда. Коронавирус. Это испытание для нас. Мы сидим все по домам. Общаемся только через интернет, по телефонам. Через мессенджеры. Мы все боимся заболеть. Мы все хотим жить. И жить красиво. Эх, коронавирус. Это и испытание. И мы начинаем сходить с ума. Я вот во время коронавируса начал делать все сам для себя. Все в себя. Все сам собой. Ну, сложно объяснить. Ах да, продолжая эту тему. Как я пожалел, что у меня нет собаки. Мои друзья, коллеги, профессора, не имея собаку, ходили гулять. В парк, на улице, по лужайкам, по лесам. Общались. Общались свежим воздухом. Ах да, как жаль, что у меня нет собаки. Так взял бы ее и купил. Я взял и купил. Ну, допустим, я возьму ее в приюте. Ну, опять же, надо ухаживать, прививки, кормить. А потом, не дай бог она меня укушит. Не, мне собака не нужна. Нет, точно не нужна. Я подумал. Лучше я буду дома сидеть, но без собаки. Коронавирус, это где-то хорошо, где-то плохо, где-то блюд, где-то минус. Но одно я, Наташенька, понял, что я очень сильный человек. Девочки мои, тебе повезло, что с тобой такой рядом сильный мужчина. Спасибо. Да, я так понял. Да, а я еще одно понял. То, что мне нужно, то, что не нужно другим. Вы спросите. Ну, что же это? А это, по большей части, быть одному. Потому что во время коронавируса я переделал много работы. Разложил все по полочкам. Не только дома, но и в своей голове. Самое главное, что я дописал докторскую. Единственное, о чем я скучал и жалел, так это ты, мое солнышко, Наташенька. Я задумался также о том, как мы с тобой познакомимся. Ты такая молодая и красивая, и я. Я отжил твою мыслью. Это молодое, упругое тело. Ждало меня. Как же меня эта мысль подораживает. А-а-а. Да. Жаль, что в этой жизни всем всего хватает. Вот. Ладно. Подождите. Подождите. Подскажите, мужчины. Вам в вашей жизни чего хватает? Рады мои. Нам всего хватает. Ну, есть и есть в вас. Прямо. Я не против. Два руляшки. Я не настолько богат, чтобы выдавать милостыню. Ну, ладно. Это был философский вопрос. А-а-а. Так, всего в жизни хватает? Нам в жизни всего хватает. Спасибо тебе, мой хороший. Вот, а мужик. Вот, а мужик. Ну, ладно. Может, нам ЦАТО и ответит это. Всего ей в жизни хватает. Ну, думаю, если бы ей всего хватало в жизни, она бы не стояла. Не выступала. Да. Жаль. Не могу сказать этого себе. Что мне всего в этой жизни хватает. Да, коронавирует нас в губе. Но, попрошу заметить, это испытание, которое мы пройдем или прошли. Каждый построим. Модли в потери. Увы. Ах. Да. Ах. Кто бы хотел сказать, после всего вышесказанного, цените жизнь. Наташенька. После вышесказанного, я бы тебя расслабывал просто. Ну, как это? Иди сюда. Иди сюда. Я знаю, ты как преподаватель очень занят, но при этом еще не маленький. Наташенька, какая маленькая коронавирус. Расходы растут, доходы падают. Это не только у меня, а вообще. И что? Эх. Девочка моя. Вам, молодежи, в 20 лет, хочется всего и сразу. Вам кажется, что деньги, если процесс нежен. Вот видишь, что заложает? Она работает, чтобы не заработать. И поэтому деньги надо зарабатывать, зарабатывать, еще раз зарабатывать. А потом откладывать. А лучше всего вкладывать. Вклады тоже должны быть с умом. В какой валюте? Рубли, доллары, евро. На крайнем случае, криптовалюта. Вот я к ней, конечно, скептически отношусь. Но все равно. Опять же. На сколько лет? В какой банк? Под какой процент? Все это очень сложно. Я тоже был молод. Я тоже был глуп. Да, сложно в это поверить. Представляете, мне тоже было 20 лет. Я был не профессором, а обыкновенным лаборантом. Жил в общежитии. И тоже пытался накопить на лучшую жизнь. По многому себе отказывал. Избережения вкладывал в банку. Трехлитровый банк, не поверите. Вот она получила зарплату. Думаю, доложу. Там уже почти полная. Прихожу. Там банки. Банки-то нету. Олега, а где наши банки? Все мои сбережения. Все мои сбережения. Пошли вправо. И вот это мой горький опыт. Вот я вам говорю, что надо обладать с умом. Обладывать. Так что, ты во что-то вложил? Ну, Наташенька, я еще думаю, куда вложить. А если даже вложить, я же тебе не скажу. Ну, при хорошем сальто. Сюда, куда я вложу, мы поедем не только на майку. И нам хватит на всю, оставшуюся мою жизнь. С другой шаром. И вот так что. Может быть на майку? Знаешь, моя подружка вот в Дубае. Духало, смотри, вот я там. Знаешь, моя подружка тоже встречается к машине, так кто ему старше идет. И так, положено, что он подойдет мне машину. Кхёк-кхёк. Кхёк. 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 Машину? Да. А кто же он такой? Какой-то олигарх или кто-то там из главных. Кхёк. Олигарх? Наташенька, ну так одно дело олеганты, они бесчувственные, черствые, твари, извиняюсь за выражение, а мы, профессора, какое у нас мышление, какое мировоззрение, совсем две разные вещи, Наташенька, сколько у детей, сколько у нас? Насчет общения, в последний раз мы общались с тобой на квартире. Наташенька, ну так, ну так, я понимаю, я тебе объясняю, нет у меня сейчас денег, и тем более, вы еще сессию не сдали. Не сдала, я думала, я сдала, и не один раз. Да нет, тут как раз-таки ты сдала, и не один раз, Наташенька. Ну мне же, по-моему, не еще. Наташенька, ну мне же надо еще, ты куда-то бать на него говорить, ты говоришь, что в тебе все проставить, ну-то все хорошо. Это же непростое дело, так, кто-то взял и сессию сдал, а? Ну ладно, что ты делаешь? Ты хочешь положить наши отношения в интернете? Ну ты же не покупишь, это же тот сеть, там же все распространится очень быстро. Совсем не интересно, я хотела сделать просто с тобой нормальное фото, а то мои подруги даже не знают, с кем я встречаюсь. Ну где я и нормальное фото? Ну что, мои подруги, они не живут даже в этом городе. Они даже, ну, не видят, это чисто вот для меня и для. Что я вам не буду подрабатывать. Давай, тебя. Ну, расслабься, ты же мачо, давай. Давай. Одной, пять. Одной, пять. Ну, не, продолжай. Давай. 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 Еще. Готов? И раз, два, три. Таких умеет, два, так лучше все у тебя сделано. Какой такой красавчик. Почти получилось. Почти получилось. Ну ладно. Забила все от этого его. Да. Ну давайте теперь просто как студент, как и пробежим. Я тебя обогнатруйте. Слушай, милый. Что ты такое делала? Я, короче, одну сумочку нашла. Магазин. Мы потом сходим, и ты мне ее купишь, да? Пока. Так. А еще. Нет, оно мудрецит. А еще вышел новый тюрьмон. Мой устарел? Да. А вышел новый. Там просто качество, фото, ну просто бомба. А сколько? Много. А возьму сколько? Два. Ну так много. Ну ладно. Вот, а там качество просто огонь. Очень хороший? Очень хороший. А я тебе много? Очень много. 300. 600. Ну ладно, я понял, тебе нужен новый телефон. Да, там просто качество фото супер. Вот он прям создан для меня, чтобы я не скучал, когда тебе рядышком нет. Наташа. Я же на прошлой неделе тебе давал энморию сумму. Мне, впрочем, 12 сет от моей заросной платы. Попрошу заметить, это не так уж и мало. Ну что? Ну ты посмотри, это не хватает для счастья твоей девочки. Тем более, я слышал, тебе сегодня премию дали. Ты какое-то место где-то занял? Наташенька, да? Ну, конечно, быстро расходится. Но я не просто там занял какое-то место. А защитил докторскую. И никакую там запутанную премию дали. А это госпремия. И обо мне написали 12 газеток. Ну или еще напишут. Во многих, возможно, даже на шестой полосе. Только премия-то большая? Неважно. Ну, сейчас кто-нибудь для тебя купит. Вот, смотри, дети, сумма неплохая. Наташенька, девушка, это было все. Я, между прочим, ретроград. И привык хранить свои деньги наличными. А не на какой там карте. Ну, максимум вклад куда-нибудь вложить. Ну, это же склада, деньги на какой-то не снимешь. Ох, ну, что мне сделаешь ради любимого. Подожди. А остальное – семейный бюджет. Так скажем, останется в моем банке. Так вот, насчет того, что в газете... Я даже захватился в газете. Сейчас. Давай. Сейчас, подождите. Не видно. Пока не видно. На… Вон. Вон. Вон, надо коты едет. Я же не говорил, а пишу. Не видно. Не видно. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Наконец-то можно хоть где-то прогуляться. Хоть и запоминник какой-то. Ой, извини, извини. Телефонный звонок. Я буквально на секундочку. Ага. Постой, постой секундочку. Алло. Да? Ну не могу я поставить вашу вестую лампу. Конечно, у нас с коллегой. Я, между прочим, не волшебник. Я просто директор рынка. Так там торгует, между прочим, круг на месте. Ой, вот не надо здесь меня пугать. Но, между прочим, у меня связи есть. На секундочку. Там мэр, ну, точнее, его племянница. Она у меня на днях дублёнку покупала. Да-да, лично. А, и, кстати, заместитель прокурора, ну, точнее, его сын. Между прочим, у меня арендует в магазине. Да, на моём рынке. Да-да. Так что скоро договор окончен. Не надо тут козырять своим положением. Да-да-да. Угу. До свидания. До свидания. Между прочим, мы с тобой очень хорошо будем общаться. Сегодняшний вечер, завтрашний. Мы посматриваем своё поведение, кстати. Почешь, что на тебе одето? Что это вообще? Зачем ты два кладка поведел? Один телефонный звонок. Да-да-да. Я так... Алло. Подъезд? Да. Я же тебе сказала, приводите в этой горячей. Что значит почему? Потому что покупатели жалуются. Ведь ты у тебя вялый, в холодильник ты их не ставишь. Так, под очко, почти... Всё. Что? В смысле почему? Так, только не надо меня здесь рука. Да, между прочим, я, в твои молодые годы, кстати, это было не так давно. Спасибо. Спасибо, любезно. Между прочим, махачканец, свинины торговала. Да. Да. Всё, разговор окончен. Ой, мальчик мой. Всё разговоры, да разговоры. Боже, какой букет. Это там нечего ты держишь его. Ото мной? А откуда? Да. Ладно. Боже, по запаху чувствую, что ты не на нашем рынке его купил. Берёшь и моё здоровье, и своё, и наш мир. Я пока поставлю, хорошо? Хорошо. Хорошо, спасибо. Ты мне что-то хотел сказать, а что? У меня тут возник один вопрос. Понимаете, я же не знаю, что на рынке есть, как говорится, должность и бухгалтера, и заместительница. Могу и считать. Есть эти должности, и ты хочешь пойти на них? Да, да, они мне очень находят, да. И ты готов на всё ради этих должностей? Да, очень. Я на всё готов. Да. Ну, знаешь, эти должности просто так не получить. Ну, а ты на правильном пути, движешься уверенно и походкой. Ой, боже мой. Ну, кстати, повышение тебе вот в отблении помешает. Одеваться начнёшь? Стать стилем. Ладно. Ну, и подороже вещички. Ты на нашем рынке покупаешь? Да. Да. Зачем тебе это надо? Ну, смотри, как для курьера, ну, я максимум. Максимум вышло из этой торплаты. На бабки дают. Премии дают. Ну, мне больше нечего дать. Ну, а по поводу повышения посмотрим на сегодняшний вечер, на завтрашний, месяц, другой. И я думаю, что мы с тобой найдём решение. Ну, вы же просто понимаете, я же самородок, я же отличником был. Меня же так в школе и называли. Понимаете, я же должен, как говорится, занимать всю должность. Я могу быть решительным и ответственным в нужный момент. Мальчик мой, это всё мои обязанности. А если ты хочешь где-то решануть, то для этого есть другие места. Боже, какой ты высокий. А вы, как ты? А, ты выше меня? Нет, назад, Кобики. Ой, боже мой, подожди. Ещё один от звоночек, буквально один. Да, да, да. Алё, ну если... А что вы начинаете? Если я, может, где-нибудь учу и подвох, между прочим, у меня затаривается сам начальник тюрьмы. Держи, держи, мой хороший. И если что, он вам вмиг найдёт местечко. Ой, не надо. У меня, между прочим, с ним короче отношение. Угу. Там, там, да. Да. Что там? Продолжить. Может, мы с тобой пойдёмся? А, да. Ладно. Надоело уже по этому заповеднику где-то здесь ходить. Ладно, пойдём. А, нет, не пойдём. Я ещё один звонок и всё, и сядем. Честно, и сядем вот где-нибудь здесь. Один звонок. Я ведь, я ведь должен, должен мне сказать. Мы ведь три недели вместе, а я уже не могу, не могу быть с этой жабой. Ведь она меня душит, уничтожает, как человека. Понимаете, ведь я, я ведь 48 олимпиад-то выиграл, а по итогу занимаю эту должность курьера. А это я должен быть, как минимум, директором этого рынка. Понимаете? Ведь она, она уничтожает меня просто. Она не даёт мне покоя. Даже если я уйду на другую должность, она меня уничтожит. Уничтожит меня, как человека. А вот если бы не получить эту должность, то я бы, она бы через год, через два смогла бы перекинуться на другого молодого мальчика. Она всех держит при себе. Не уничтожай, не съедай, как злая богомолка. Соберись, соберись, потерпи, потерпи, как говорится. Я же ведь сам с собой разговариваю. Кому это виданно? Вот хорошо, что родители не знают, в которых я живу. Я ведь простой курьер с двумя высшими образованиями. А мне бы работать директором рынка. На самом рынке, между прочим. Фух. Надо, надо, как говорится, собраться. Собраться нам. Ну, мальчик, пойдём присядем. Да, может, мы с тобой пройдём? Пройдёмте ещё. Присядем, я тебе говорю, мне надоело бы, как я мог. Эй, 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 у вас не будет рублей 5, 6, 7, 4, 2, в 12. Не хватает. На, да, не мешай. Я буду ещё подвелиться. Вы иди с дороги, мне споручше надо погулять. Спасибо. Я не могу, 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 я не могу. Так, подожди, да. Ну, место, благорель, свободное. Ой, женщина, что за бесцеремонность такая? Не видите, сладость-то занята. И за сколько ты её купил? Попрошу не оскорблять мою даму. Так, 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 так. Вот что-то там пройдёмся. Пять! А что касается тебя, старый кобель? А что я, я, ничего. То я имела в виду лавочку, а не вот это, что сидит на ней. А, это я посмотрю, у вас сынок. А цветочки не ваши? Парень, ты марию зато удари. А вот это не твоё очкастное дело, что и когда мне давят мои мальчики. А вы тут не грубите, между прочим. А, всё-таки мальчики, возможно, не застихшие возраста. Парень, а у тебя паспорт есть? Есть, между прочим. А я не смогу тебя, всё на месте. И паспорт, и возраст, чего тебе надо, достаточно очкастная, что ты цепился ко мне? Мальчик мой, его не троешь? Ну, почему же, эдакий, желторосенький цыплёнок. Цыплёнок, да ты знаешь, что этот петух вытвоя, между прочим, бабы, так, куры, толпами за ним ходят. И в очередях стоят, и вообще сдохнут в этих очередях. Ладно? Так я посмотрю, вы ещё и выражаетесь. Попрошу не выражаться, а британия. Счастья, счастья. Один вопросик. Один. Эта чё ли дамас? Да на ней печати ставит небес, распупыренный лебедик выходного дня. И это я ещё, между прочим, легко сказала. Ну почему же? Лебедик, прошу заметить, между прочим, очень благородная и гордая птица. Между прочим, силу семьи. А вот я бы на твоём месте семью вообще не трогала. Ни с твоей водой люди. Ладно, правят твоих голубей, там бла-бла отдельная. Пойдём, покажу что-то. Ты мне скажи, когда ты, по твоей вот этой, вольно плавающей, улетишь вдали в сиреневую, далеко и надолго, и не вернёшься никогда. Мне с парнишем пообщаться надо. Ну и общайся. Я! Мы-то тут при чём? Вот именно! При чём! Твоя вот эта вот распупыренная отвлекает его и повышает его того тонусу на мне. Ну конечно! Таким-то есть, что повышать. На чём-то. Золотар в азитетхи. Ты плёк. На! Нет, бачка, моего не можешь? Ой, не могу. Я отводю у тебя комплекция, волкуда не умлюнь. Ты где комплекция? Помолчал бы вообще! Ну чё ты комплекция? Я каждый день ухожу в сырье на работу с работы, а мужчина-то будь чекать в сырье и неушествует как портой. Жизнь можно под тигром, а просто поджать, но нельзя только так делать попробовать. Я стояю в сердце пальцем, нажать на заду, но мужчина-то. Женщина-то. Женщина-то. Не скажу просто, что ну. Особенно не скажу, но мужчина-то. Женщина-то. Не скажу, о-о-о-о! Мужчина-то. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Аглайка, а как насчет посетить ресторан, а потом можно и на съемку? А говорил я, что второй день есть с пленочкой? Тем более. Ладно. Пойдем за все плачу и угощай, Леш. А можно вопрос, что освобождает девушками, и взялась с пленочкой? Еще один. Совсем фантазию пушков нет. А как насчет картины? Молодым, симпатичным, видимо уже свободным парнем? Свободным, говоришь? Да. Это я думаю, я уже тоже свободная и одинокая девушка. Не так, я думала, провести свой вечер. Тихо-типо. Ну что ж. Ладно, выпей я с тобой косовое смыслительное. Ты симпатичный. Да-да-да. Пойдем. Нет. Слушай, а у тебя заход хорошая? Ну так, не жалуюсь, пока. А классир двоя, а на отдых ты летаешь? Я просто так подумала, что такой красивый молодой мужчина не может быть один. Вот. Так, если ты не думал, идти вверх по карьерной лестнице. А то я слышала о курьер, но это совсем не свое. А вот какой-нибудь бизнесмен или депутат, это да. Ну такая же. Так, хорошо. А давай мы дни еще мои к тебе привезем. Там заодно и кофе у тебя по-принам. Так, как вместе будем? А? Я не знаю. Не хочу услышать никаких противоречий. Мой мужчина должен быть состоятельный. Поэтому давай. Пошли. Вещи собирай. А то боюсь спустить такой шанс. Счастливые люди. Не знаю. Не надо с того подумать. В смысле? Пойдем. 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 Я ждала тебя каждого. Ты будешь той моей грустальною. Пойдем. В злорнике. Ой, ничего себе люди в жизни устраивают. А я тут пока грошей зарабатываю. Смотри, как написано. Каждому злорнику в центре города дадут бесплатную трехкомптную квартиру с планировкой и с мебелью. Надо идти в злорнике. Да. У меня два ушка, давай, тебе одну. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Нельзя ли вы провести вечер с компанией «Златой дамом»? С удовольствием. Спасибо. Теперь я дворник. Я дворник. Нет, давай ты подметай. Иди. А я? А я? А я про музицирую стихи. Да, парк поистине волшебное место. Да, именно в парке происходит то, кто не ждет того, что может с ним произойти. Да. А все это из-за счастья. Что такое счастье? Да. Я вам скажу, ребятки, прожилок в жизни. Не откладывайте счастье на потом. Это нужно вам, а не кому-то. Будьте счастливы сейчас, в сию минуту в жизни, а не в замке золотом. Все, все счастья хотят. Но какое оно? Увы, это знать лишь немногим дано. Счастье. 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 Когда уходя, ты оставишь свой жизненный след. С теплым чувством. Я прожил не зря. И не важно, сколько прожил лет. Счастье. Будьте счастливы. Для вас, в любом всех, как Братновский народный театр. Будьте счастливы. Счастье. 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 仔. Сначала крутой сценарий берешь. Отлопаешь и сока по зубам, а ты львешь. Внимательнее читай и роль разрывай. Много не тупи и текст не забывай. Свободнень и играй, силей вперед. Кульминация все ближе, и поворот, калькуру, между thrilled. Я люблю наш пиатр Субтитры создавал DimaTorzok Это наш спектакль, а это рок-н-ролл Секция декораций, скамейка и стол И если ты устанешь, то присядь ненадолго Ты начал играть, чего сидеть без стол Сушишь этот текст, чуешь этот драйв Стань, что ты свободен от слова, это хай Мы любим наш пиатр 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 Роли исполняли Золотая статуя Елена Зубков Бездумный Евгений Шеев Бездумный Евгений Набеев Дворник Владимир Клушаков Наташа Юлия Киримуш Сидор Сидорович Виталий Ковалевский Вася Андрей Кеннинш Аглая Филимоновна Екатерина Садовникова Кристосок Евгений Набеев 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 Кристосок Евгений Набеев